Добрый вечер, это громадская на русском. Мы разговариваем про события, которые происходили в Украине за праздничные дни. Одними из самых важных и неприятных событий были взрывы в Одессе. 23 декабря неизвестный бросил взрыв-пакет под машину рядом с Советом общественной безопасности, правильно называется так, организация. А 5 декабря опять же произошел взрыв возле Координационного совета Евромайдана. Мы сейчас хотим поговорить с журналисткой и общественным деятелем Верой Запорожец из Одессы. Вера, здравствуйте, вы слышите нас? Добрый вечер, да. Вера, привет. Скажи, пожалуйста, на самом деле события в Одессе, вот эти теракты, ну, собственно, как и теракты в Харькове, они серьезно обсуждаются в стране, но до сих пор не ясно, кто даже может быть причастен к этим событиям. У тебя какая информация есть на последнее время? Ну, я могу полагать только на эту информацию, которую мне сообщают на источники в СБУ и источники в главном секторе, так скажем, который также активно ведет работу по нейтрализации. Дело в том, что по моей информации, к этим взрывам имеют причастность несколько групп абсолютно разных. И по расследованию, ну, в общем-то, неизвестно, что известные имена тех, кто совершил большинство этих терактов, сейчас эти люди находятся в разработке. То есть я могу сказать, что мне не нравится то, что имена пока никакие не извучены, но работа у нас проводится в этом плане активно. То есть разные теракты совершили разные группы, я правильно понимаю? Да, есть группа людей, которые совершали теракт на блокпост несколько месяцев назад, и они совершили выстрел по БТР. Они уже были установлены, эти люди, более того, были отправлены на обмен из следственного изолятора. И, исходя из этой переписки, которая обнаружила СБУ этих людей, они имеют отношение к организаторам антимайдама в Одессе, так называемом Куликово поле, где происходили недоизвестные события 2 мая. И вот эти люди, исходя из этой переписки, относятся к той части диверсантов, которые предпочитают публиковать видео для того, чтобы иметь доказательства подпольной деятельности, для того, чтобы получить свое вознаграждение. В этой переписке так и сказано, что это сделали мы, на что один из лидеров антимайдана, Артем Девиченко, отвечает, мол, еще две группы берут на себя ответственность за эти взрывы. То есть, можете себе представить вообще уровень этих людей, которые это делают? Милиция действительно, ну, как бы, характеризовала эти взрывы как теракты. Вера, скажите, какая обстановка сейчас в Одессе? Мы все понимаем, что целью этих взрывов, этих терактов расшатать обстановку, да, в Одессе, это один из очень важных городов украинских. Что сейчас происходит в Одессе? Какие настроения? Контролирует ли МВД ситуацию? Ну, я хочу сказать, что квалифицировала как теракт эти события в СБУ, ну, в предыдущей на квалификации, безусловно, не отличается милиция, но, безусловно, милиция у нас подчиняется губернатору полностью. И в связи с тем, что раньше эта вертикаль была выстроена более строго, сейчас есть очень много разных групп, и прокуратура фактически не влияет, надзорные органы никак не могут остановить то, что делает милиция. Губернатор, генерал, начальник милиции создаёт видимость безопасности в городе, в это время милиция как зарабатывала деньги, так и продолжает это делать. Губернатор ездить на личной машине, ой, простите, начальник милиции ездить на машине, которую ему предоставил личный губернатор. Поэтому то, что делает милиция, никак не связано с безопасностью в городе. А что касается того, какая обстановка, если вы заметили, все эти теракты были сосредоточены вокруг волонтерских центров. И настолько, сколько мы понимаем, то, что происходит, это направлено как раз в отношении волонтеров пока что конкретно. Для того, чтобы люди, которые находились с ним по соседству, не ощущали себя комфортно, в принципе, чтобы настроить... То есть пытаются их испугать... Извините, Вера, пытаются испугать, какую цель, на ваш взгляд, ставят перед собой люди, которые совершают эти теракты? У нас был медаль на круглый стол, на котором все переругались, где имели участие несколько учёных. Я не возьмусь... До сих пор нет чёткого определения о терроризме. Я не возьмусь сказать, для какой цели преследуют эти люди. Но пока это не происходит в массовых местах скопления людей, я думаю, что жителям Одессы, которые не отправляют активности в отношении АТО, ничего не ображают. Это хорошие новости. У нас на связи была Вера Запорожец, журналистка и активистка из Одессы. Что у нас дальше? Не знаю. Если Вера может ещё нам что-то рассказать про Одессу, то мы с радостью послушаем. Можно добавить пользуясь случаем, если позволишь. У нас сложилась очень печальная ситуация с уровнем преступности. По моей информации, он очень сильно скрывается. Количество насильственных преступлений превышает то число, которое нам сообщают в официальных сводках. А какого плана это преступление? В Детской области, в городе Измаил, происходит очень нехорошее событие. Город фактически контролирует цыгане, которые одновременно контролируют продажи наркотиков. Милиция никак на это не реагирует. У нас здесь было резонансное событие после Нового года, которое квалифицировали как хулиганство, несмотря на 10 ножевых. И вот руководство, собственно, милиции и прокуратура области на это никак не влияет. Я надеюсь, что меня, может быть, услышит господин Герасенко, Шкиряк. Не говоря уже об Авакове, милиция стала в Одессе очень закрытой. Но исходя из того, что лично Аваков нормально относится к тому, что убивает людей при задержании, не знаю, стоит ли нам рассчитывать на то, что у нас уже ситуация в милиции. Ну, надеюсь, что все-таки ситуация как-то стабилизируется, потому что и за Одессу, и за Харьков страшно. На самом деле, ведь именно Одесса, как и Херсон, собственно, планировались, возможно, планировались, мы так предполагаем главой России, как такой путь к Крыму, и, возможно, именно поэтому там и происходят все эти ситуации с дестабилизацией. И на самом деле, по моим источникам из разведки, есть информация о том, что к этим терактам причастен такой человек, как Игорь Безер, который до этого служил военным полевым командиром в Горловке. И, собственно, из Горловки он ушел примерно месяц назад. Но при этом мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Ну, естественно, то есть как бы есть вот такая информация. Посмотрим, насколько она... Некоторые из лиц причастны к терактам. Дело в том, что вы называли несколько эпизодов. Один из этих людей, странным образом, пытаясь под остановили, стал лжерство ДТП, был убит насмерть. Еще один там себя подорвал. И я надеюсь, что мы в скором времени какие-то имена услышали. Ну, будем надеяться, да. Спасибо, Вера, большое. Ждем более подробных от вас репортажей. Спасибо. Спасибо.